Привет, друзья, с вами Распаковка, и сегодня мы покажем вскрытие коллекционного издания Little Nightmares. Но прежде чем распаковывать нашу жёлтую канарейку, нам пришло ещё кое-что. Вот такой бандероль. Собственно, вероятно, это приглашение как раз на тот самый жуткий монстровый корабль. И давайте его вскроем. А пока я буду его вскрывать, наверное, расскажу ещё занятные факты из игры. Например, то, что разработчики изначально назвали свой проект «Hunger» — «Голод». И, между прочим, это название гораздо более подходит игре, потому что «Голод» просто леет мотивом через всю игру. Все хотят есть, все хотят получать, хватать. Так что, может быть, и сюда что-нибудь съестное положили. Итак, в нашем пресс-пакете вот такая книженция, очень стильненькая, очень красивая. Тут тоже все лапы, шестая. А внутри... волшебство и красота. Собственно, повар — одна из страшилок игры. И маленькая шестая, которая прячется за ведром. Внутри, как и водится, билет с ключом. С ключом от игры и ключом, соответственно, от всех дверей на этом жутком монстровом корабле — «Чреве». И ещё диск с саундтреком игры. Так что, если хотите, можете хранить всё это вот в такой вот красивой попкакухне. Строимся дальше. И... тадам! Футболка с логотипом игры и изображением главной героини. Вот так выглядит наша футболка. Размера L слегка великовата, но где-то добавляет атмосферы. Зато мягонькая и куда удобнее её дождевичка. А теперь приступаем к десерту. Кстати, сама упаковка очень интересно выполнена. Она выполнена уже в форме такой вот будкоклетки. И что хорошо, сразу можно разлететь состояние фигурки. То есть иногда открываешь коллекционку, там какие-нибудь отломанные конечности, кровь, везде трупы. А тут сразу видно, собственно, что берёте. Достаем коллекционочку из рукава. И последний штрих. Долгожданное открытие. Внутри, помимо самой фигурки, мы находим нечто тяжело вытаскивающееся. Это... первое, что я достала, это комикс. Комик-бук. Очень интересный факт. Может быть, мало кто о нём знает. Но изначально разработчики заявляли, что шестая непленница, она попала на корабль в качестве младшего слуги. В комиксе рассказывается о предыстории шестой и, собственно, о том, как она попала на корабль. Так что, если хотите познакомиться с ней поближе, всё задокументировано и зарисовано. И достаем из чрева коробки, собственно, диск самой игрой. А в коробке с игрой можно найти приятные мелочи. Конвертик с саундтреком игры, стикеры и плакат, пышущий с заботой и нежностью. Ну что, пришло время освободить шестую. Та-дамс! Вот она, фигурка. И-и-и-и-и! У нас девочка! Кстати, фигурка ни разу не маленькая, она просто в полный рост героиня. Всё как в игре. Маленький рост, дождевичок, верная зажигалка и длинная чёлка, скрывающая лицо. Кстати, подозрительно. Между прочим, гости, которые посещали чрева, не скрывали своё лицо. А сама команда, все до единого, носили маски. Такая девочка-тёмная лошадка получается. Ну вот, вскрытие вы показали, обрать коллекционку или нет, решать вам. Пока! И снято. Это чё это было? Да не-не, ничего, просто проголодалась немножко тут. Голод, дела. Алис, может, тебе бутерброд принести? Не-не-не, ты просто стань на месте, ладно? Алис, может, ты собираешься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok